Итак, всем привет! С вами Александр и мы продолжаем нашу серию уроков. Итак, давайте снова перейдем в окно работы со скульпингом. И нам осталось нанести буквально последние штрихи на наш персонаж. Давайте создадим новый слой, нажав вот на эту кнопку. Появился вот у нас слой 3. Давайте его переименуем. Назовем его «Шкура». Теперь, что мы делаем? При выбранном слое мы нажимаем «Кисть-оттиск». Значит, при всех этих манипуляциях ваш компьютер уже может начать подвисать, поэтому будьте к этому готовы. В кисти «Оттиск» переходим в «Штамп». Теперь, если у вас Cinema 14, как и у меня, то находясь в окне «Скульпинг», мы идем вот сюда. Вот в браузер «Библиотек». Если у вас немного другая версия, то просто идете в браузер «Библиотек». Но «Скульпинг» у нас появляется в 14 и в 15 версии. Я прошу прощения, я работаю с 15. Итак, в браузер «Библиотек» идем в «Предустановки». Теперь здесь выбираем папку «Скульпинг». Далее идем в «Скульпт-браш-пресетс». И здесь выбираем папочку «Органик». А если мы подвигаем вот этот бегунок, у нас происходит увеличение иконок, и мы можем выбрать кисть в виде вот такого вот рисунка шкуры. Вы можете выбрать любую, какая вам нравится, на ваш вкус. То есть тут их довольно-таки много. Что они из себя представляют? По сути, это рисунки с альфа-каналом в формате TIFF. Значит, что такое альфа-канал, что такое карты дисплейсмента, я пока вам объяснять этого не буду. Если вы занимаетесь 3D-графикой, то, я думаю, немного проявите, так сказать, усилия и покопайтесь в интернете. Вам будет интересно найти это самим, я думаю. Итак, сейчас давайте выберем подходящий рисунок. Ну, мне нравится, допустим, вот этот. Двойным щелчком нажимаем. И во вкладке «Штамп» у нас мы видим, что открылся наш рисунок. У него обязательно выставляем галочку на симметричное отражение. Затем вот здесь появляется ряд настроек, которые вы можете тоже в произвольном порядке варьировать. Я пока все оставлю по умолчанию. Так, переходим во вкладку «Симметрия». Указываем симметрию. В основной настройке уменьшим радиус. Давайте 20 посмотрим. И начинаем рисовать на нашем крокодиле вот эту вот самую шкурку. Немножко может быть подвисание компьютера. Итак, я сделаю наезд поближе, чтобы вам было видно. И начинаем рисовать. Вот, как вы видите, наша модель начинает покрываться вот такой вот шкурой. Я сделаю отмену. И давайте мы чуть-чуть увеличим жесткость. Так, еще чуть-чуть можно. Я, наверное, до 35 подниму жесткость. Так. В принципе, уже выглядит неплохо, но я сделаю еще пожестче. Доведу до 45. Да, вот этот результат меня устраивает. И теперь всю нашу модель мы обрисовываем вот этим вот штампом. Пока я это делаю, я остановлю видео и потом к вам вернусь. Итак, я покрыл всю нашу модель с помощью вот этого вот штампа рисунка. Вот такой вот шкурой, посмотрите. И теперь наш крокодил стал выглядеть более естественно, скажем так. То есть у него появились вот такие вот мелкие элементы, детали. Да, как бы говоря. Появилась вот такая вот типичная шкура. Если мы сейчас перейдем в слои скульпта, то мы, как вы помните, да, я оговорюсь, мы знаем, что у каждого слоя имеется степень интенсивности. Мы можем поиграться со степенью интенсивности этого слоя. Вот я уменьшаю. Тут, правда, надо ждать. Идет просчет. Давайте сделаем поближе наезд. Вот почти что изменений не видно. Я уменьшую интенсивность слоя почти что до половины. И как вы видите, выраженность нашей шкуры, да, она тоже изменяется. Давайте я ее все-таки верну на 100%. Значит, в чем еще тут самая суть? Повторюсь, с тем, что вы в каждом слое можете менять его интенсивность и тем самым создавать различные вариации вашей модели. Ну, точно так же вы можете использовать и любые другие кисти. То есть на ваше усмотрение. Тут есть варианты и не для моделирования животных, а, допустим, вот как тут какие-то сетки, да, для моделирования каких-то строительных объектов и так далее. Ну что ж, на этом наша первая такая часть, которая касается скульпингом, можно считать закончена. И в следующем уроке мы сделаем запекание скульпта нашей модели. С вами был Александр. Всем пока!